ребята всем привет сегодня я занимаюсь крафтером потихонечку копаюсь так там по мелочи сейчас снял воздушный короб фильтра воздушного у него были уши отломанные и ну короче я сейчас эти уши запаял и приклеил клеем заклеил эпоксидной смолой смысла нету его новый покупать потому как он дохрена стоит на наши деньги короче 45000 100 баксов он стоит в общем то пришлось пришлось его припаять и проклеить клеем ну и так по мелочи вот воздушный фильтр снял шланги отсоединил и запаял уши вот здесь он здесь он крепится нам две такие фиговины так вот эти уши у меня сломались вот вот он воздушный короб он до хрена у нас стоит поэтому короче его покупать смысла нету никакого восстановил старый то есть прочего я говорю вот эти вот два крепления вот эти уши были вот так вот так отломаны вот отломан и вот здесь отломан то есть я взял хорошо этот пластмасс появится вот я его взял как полиэтиленовый пластмасс запаял паяльником припаял их и проклеил эпоксидкой эпоксидкой проклеил вот так заклеил прям конкретным толстым слоем старое ухо родное вот идет тоненькая вот видите здесь от большого толстого к маленькому меньшему таки вон сколько слой эпоксидки заклеил залил толстый теперь хрен кто сломает будет держать железно ну и довольно симпатично красиво получилось и здесь точно также второго уха красиво как блестит ну и собственно сейчас я его буду ставить да еще заодно я думал что у меня куда девается постоянно жидкость для стекол замывайку залью она мне куда-то грущем течет думал что бачок треснутый короче снял я его сейчас и нет нифига проверил он целый залил его водой нигде он не бежит не течет оказывается короче говоря вот здесь два моторчика стоит 1 2 моторчик вот так вот один из моторчиков так вот он один моторчик и вот вот он второй моторчик так вот этот моторчик вот он и тек него через него не знаю может быть его когда-то разморозила или еще что-то чем через него лишь ржавый весь через него и все вытекала а я думаю куда девается омывайка только зальешь она течет но хорошо что бачок целый лопнутый не треснутый думал уже тоже как-то каким-то образом паять надо но нет целы она и хорошо то есть придется мне искать вот такой вот новый моторчик омывайки так ну а сейчас все вот этот короб воздушного фильтра буду ставить ставится он здесь довольно просто то есть у него вот и вот два крепления под вот эти вот вот раз вон два и сюда и сюда попадаем сюда попадаю тут легко и просто и отсюда здесь здесь вот и все отлично чудно все мощно ничего не надо покупать ничего не надо тратиться все просто как белый день немножечко смекалки повозиться и все и кое-какие чтобы у вас были навыки работы там с пластиком и с клеями клея сейчас любые какие хотите есть моментальные быстро сохнущие там или на двухкомбонент на основе как правило не смола и отвердитель или просто суперклеи какие то есть все есть короче главное смекалку и поставить по трубок и один идет на турбину вот он сюда на турбину и прикрутить его надо это на сапун идет так втыкаем по трубок пускаем его заводим до его попадаем вот так закинули его вроде сел и вот эту макушечку сейчас тоже одеваем сразу чтобы было направление ровно и а после натянули сейчас патрубок ровно стоит что здесь что там снизу и затянем и уже этот патрубок сапуна тоже можно одеть сейчас он здесь без хомута ну собственно тут хомут как бы и особо мне не нужен можно какой-то на мягкий поставить можно и так тут давление нет никакого единственно только что он может здесь так подпотевать мокрый цапливить вот ну собственно сидит сидит попробуем затянуть тут главное просто патрубок посадить до конца чтобы он сидел как ему нужно было и все это патрубок снимал мыл здесь замыл турбину замыл и внутри патрубок замыл то чтобы он чистый там так можно его не снимать при снятии короба фильтра воздушного хватит слишком здесь перетягивать не нужно относительно подтянули этого будет достаточно ну вот и все так сейчас сюда прикручу датчик и сюда накинул фишку но такой блин красота капец отлично да хрен теперь сломает кто мертвого железо получилось и нормально великолепно топа торакс саморезы красота вот и все сидит все на своих местах и очень прочно сидит не сломаешь короче говоря уже эти уши собственно говоря и все здесь только вот этот гусачок поставить но пока его ставить не буду потому как мне надо ну чтобы более удобным было работать поставить этот бачок умывания моторчик вот такой вот купить установить можно было уж на родной поискать можно китайский поставить новый сейчас мне надо его будет снять и как образец с ним короче купить так ребятки вот родной моторчик вот он mercedes-benz 07 года он выпуска а вот то что я сейчас прикупил вот такой вот насос 202 203 210 2 из 220 в общем короче почти такой же но чуть-чуть не такой же не именно от спринтера но вот такого 210 китайский чуть-чуть он измененный но фишка вроде бы одинаковая по корпусу вот так немножко немножко есть разница я думаю сейчас я воткну чтобы мне его сейчас воткнуть холодно вот это вот трубка она жесткая и просто так сейчас не одену надо ее разогреть иначе сейчас сосунду штуцурок просто-напросто возьму и быстренько легко отломаю вот посадочное место здесь и здесь для насоса на этой помпочки waterpomp зажигалка сейчас я нагрею вот зажигалка big подогрею шланжик он мягкий станет я тогда ее воткну погреть нам короче говоря чтобы он стал мягким смотрите аккуратно с огнем чтобы не расплавить так по касательной короче нужно его погреть зажигалка еще не горит холодно мягенький мягенький сразу становится не все надеваем 1 2 3 4 5 аккуратненько как раз все сейчас мы зафиксируем это в этом положении зажмем еще руками чтобы он остыл он остынет возьмет свою форму и точно здесь течь не будет между шлангами штуцером сейчас застынет в общем то так чё поскольку и сколько я за него заплатил 10 долларов он стоит короче сторговались а минус доллар за 9 долларов я взял но он типа как продавец гор типа как он универсальный подойдет ну если подойдет значит хорошо вот этот стоял здесь в этом гнезде вот этот вот то что остался родной стоит вот здесь в этом гнезде сейчас я их воткну так . дырка не дырка когда проверял вроде не было дырки не бежала не мокрел все остыл можно можно втыкать не пробит что замяты какой-то ночью воткнем сейчас моторчики waterpomp так называемым довольно плотно сюда входит вот здесь просто на резинке он как раз один держится готова и вот то что новый но вот это вот у него тут посадочная конфигурация 1 2 готова все сейчас эти еще провода надо накинуть 1 1 ближняя фишка другая дальняя фишка 1 сюда 1 сюда так вот здесь само основное вот эти вот трубки там уложить в канавку бачка и защелкнуть их там канавочки бачка есть такие ребрышки в которые эти трубочки защелкиваются если не защелкнуть их они вывалятся из канавок и короче будут болтаться ну и собственно вот все сейчас датчик уровня жидкости подцепить вот так расшелк есть закрыта отлично вот такая примочка здесь должна быть синяя родная но синие родное нету на разборке если есть дорога стоит вот такая вот капронка крышка очень хорошо сюда оказывается подходит все и она надежно здесь сидит мне даже кажется что в случае чем она как родная родная было бы здесь вот хорошо закрывает плотник плотненько сидит и довольно большая крышка удобно раз открыл закрыл все сейчас зальем жидкость проверим будет ли течь или нет так вот такая жижа есть у меня в таких вот синих банков автолюкс какая-то минус 30 но я ее заливал в другие свои машины вроде короче она 15 мороза держит не замерзает сейчас я ее залью горловина большая здесь короче удобно заливать не промахнешься бачок здоровый здесь большой вот пол банки залил вроде там снизу не бежит нету течи нету течи не слышу по крайней мере и пока еще там ничего не за не закапало сейчас еще банку залью так вот он уровень стоит видно полосочкой ну вот не бежит это как раз вот то место где стоит датчик и там где стоят моторчики ну вроде сухо в принципе то что мне и нужно все нормально пойдет закрываем крышку блатную филипп островую отлично ребятки ну в общем то вот такой ремонт замутил замутил уши воздушного короба запаял и приклеил и заодно еще сделал себе омывайку купил моторчик купил заменил моторчик старый короче все сдох сгнил вот так вот я и отремонтировал своего крафтера в общем то буду кататься и наслаждаться будет мне счастье короб воздушного фильтра не будет трястись никуда не улетит и заодно еще буду хорошо мыть себе стекло такие вот ремонт и все всем пока удачи не ломайтесь